Всем привет! Вы на канале Fitness Place и сегодня у нас ролик для тех велосипедистов, кого не пугают ни холода, ни снег, ни грязь и кто зимой катать не перестает. Сегодня я расскажу, как экипироваться для катания на велосипеде осенью, зимой и весной. Поехали! Ой, да блин, чё там одеваться-то? Чтобы зимой не мерзнуть, надо заправляться хорошенечко. Принцип экипировки для занятий теми или иными видами спорта в холодный период придуманы давно. И в целом они похожи между собой, но для велоспорта, конечно, есть определенные особенности и нюансы. Правильная экипировка должна хорошо сохранять тепло, защищать нас от погодных условий, от дождя, от ветра и от снега и выводить излишки влаги и тепла наружу. Именно поэтому спортивные одежды делаются из синтетических материалов. При правильном плетении они замечательно отводят излишки влаги, если мы будем использовать одежду из натуральных материалов, то так хорошо влагу отводить она не будет, и тело будет переохлаждаться. Ой, да чё ты, я в своих трениках всю жизнь гоняю. Чистый хлопок, понял? Отечественный продукт. Хлопок обладает крайне высокой гигроскопичностью. Он впитывает в себя много-много-много-много-много-много влаги, а потом долго и долго сохнет. Отличный материал для половых трепок. А правильная велоэкипировка к тому же должна не сковывать движения, давать возможность удобно управляться со всеми органами управления велосипедом, облегать для наилучшей аэродинамики, и еще неплохо, чтобы было достаточное количество различных карманов, в которые можно разместить инструмент или какую-то пищу, и светоотражающие элементы для безопасного перемещения в городе в темное время суток. Под разные погодные условия требуется разная одежда. И сейчас мы все ее обсудим, начиная с таких вариантов для легкой, прохладной погоды и закончим самыми серьезными суровыми морозами. Начнем с самого простого. Летний период все в основном катаются в джерси и в шортах. Вот такого типа. Они хорошо отводят влагу от тела, но не сильно защищают от холодов. Если, допустим, уже настал вечер или погода не стала чуть более пасмурной, то можно использовать защиту для рук и ног. То есть вот такие рукава и такую же защиту для ног. Они одеваются, очень занимают мало места, можно возить с собой в кармане, можно даже в футболке в заднем кармашке. Также можно использовать в такое время легкие перчатки, но уже с длинными пальцами, чтобы пальцы меньше мерзли. Второй случай это теплая весна или еще теплая осень. В таком случае мы можем одеть длинные велотайцы, вот такого плана. Также обычные стандартные джерси с коротким рукавом, либо легкие джерси с длинным рукавом. Если будет прохладно дуть ветер и моросить дождь, можно одеть вот такую легкую жилетку. Складывается, опять же, она очень компактно, можно поместить ее даже просто в карман. И, конечно, не забываем про перчатки с длинными пальцами, чтобы руки меньше мерзли. И можно одеть плотные носки, чтобы меньше морзли ноги. Когда же температура опускается примерно до нуля, или даже минусовых показателей, то утепляться нужно, конечно, посерьезнее. И здесь нужны велотайсы, утепленные, толстые, плотные, защищающие еще и от ветра, и желательно от снега и дождя. Вот такой плановый вариант. Он сделан из софт-шелла, материал тянущийся, внутри флис, то есть в таких тайсах тепло, хорошо. Опять же, очень удобно кататься на велосипеде. Также можно одеть джерси с длинным рукавом. Оно замечательно отводит влагу от тела. И сверху надеть либо плотное джерси, которое напоминает, в общем-то, толстовку, потому что имеет внутренний теплый теплоизолирующий слой. И также отводит влагу дальше уже под третий слой, которым у нас выступает ветровка. Это может быть вот такая легкая ветровка, которая защищает от ветра и не сильного дождя. На руки я уже рекомендую одевать теплые велосипедные перчатки. А для того, чтобы защитить ноги от холода и влаги, отлично подходит бахила. Вот такого плана, который одевается прямо поверх белотуфлей. Также у нас здесь присутствует такой нюанс, что кататься в велошлеме уже становится холодно, и голову нужно утеплять. Существуют различные спортивные шапочки тоненькие, которые легко помещаются под шлем. Либо можно использовать вот такую бандану типа БАФ, из которой можно сделать огромное количество полезной аксессуарики. Начиная от того, чтобы прикрыть шею, прикрыть органы дыхания, либо повязать ее на голову. Она также будет сохранять тепло, и в шлеме будет не холодно. Снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. А вот при температуре минус 5, минус 10 и даже минус 15 темпероваться нужно, конечно, уже гораздо серьезнее. И здесь не обойтись без термобелья. Но есть один нюанс. Дело в том, что если вы катаетесь в велопамперсе, то, как вы знаете, в велопамперс нужно одевать на голое тело, и уже поверх него одевать термобелье. И здесь не всем может быть понятно, как это сделать, потому что обычные вело-шорты не всегда под термобелье можно комфортно одеть. Здесь есть такой вариант. Продаются многие шорты свободного кроя со специальными внутренними шортиками, облегающими, которые отстегиваются. Если у вас есть такие шорты, или есть возможность их приобрести, то вот именно такие получаются, по сути, маленькие короткие велопрусы с памперсом отлично подойдут для того, чтобы пододеть их под термобелье. Если вы катаетесь активно и активно потеете, то лучше выбирайте белье, полностью состоящее из синтетических материалов. Если вы катаетесь либо неактивно, либо в очень холодных условиях, тогда, конечно, выбирайте термобелье с добавлением шерсти. Одеть термобелье под обтягивающие велотайсы типа вот таких, конечно, очень проблематично или даже, скорее, невозможно. Поэтому я бы рекомендовал использовать более свободные теплые брюки по типу тех, которые используют для беговых лыж. Поверх термофутболки стоит одеть флисовую толстовку той или иной толщины, в зависимости от погодных условий. И сверху на нее мембранную куртку вот такого плана, чтобы она за счет мембраны выводила и дальше всю влагу наружу. Если вы хотите одеть теплую куртку, то рекомендую использовать с искусственным утеплителем. Не стоит использовать пуховики, потому что пух не выводит влагу наружу, а накапливает ее в себе. Если вы используете куртку или толстовку не для велоспорта, то обратите внимание, чтобы у нее была удлиненная спинка сзади, потому что, когда мы сидим в наклоне, одежда может задираться, оголяя поясницу. По аксессуарам, конечно, нужна шапочка уже более утепленная, возможно, даже с мембраной. Лицо тоже рекомендую утеплить, можно использовать тот же самый БАФ либо, допустим, балаклаву для гранолыжного спорта. Велочехлами обувь защитить уже, скорее всего, не получится, поэтому рекомендую приобрести специальные велосипедные зимние ботинки. Не забудьте специальные термоноски. Если температура очень низкая, то можно взять какие-то варианты из гранолыжного набора, даже с добавлением шерсти. Отдельного внимания заслуживает утепление рук. Теплые перчатки с большим количеством утеплителя, потому что руки при катании на велосипеде замерзают очень быстро, наверное, быстрее, чем другие части тела. А управлять, допустим, тормозом с замерзшими руками это просто небезопасно. Также есть один небольшой лайфхак, который стоит очень немного денег, но позволяет защититься от ветра и от дождя. Это чехол на шлем. Не-не, подожди, подожди, ну там специальные шорты, какие-то бахилы, там что-то на шлем натягивают. Вы космонавты, что ли? Не для средних умов, Пентиум. Белая экипировка — это комбинация точно подобранных элементов, работающих и исключительно в комплекте. Напишите в комментариях под этим роликом, при каких самых низких температурах доводилось кататься именно вам и что вы при этом ощущали. А также поделитесь своими наработками, идеями, лайфхаками, как зимой, весной и осенью утепляетесь именно вы. А на этом, собственно, все. Не забывайте подписываться на наш канал, поддержать нас лайком и до новых встреч!